Здравствуйте! Вечер воскресенье. Время подвести итоги. О самом главном за неделю расскажем вам я, Наталья Хоменко, и мои коллеги. Смотрите сегодня в выпуске. Важный разговор президент принял Акима Алматинской области Аманды Кабаталова. Новые горизонты по уровню привлечения инвестиций Алматинская область в числе лидеров по стране. В центре внимания квартирный вопрос, как обрести заветную крышу над головой. На помощь пришла новая жилищная программа. Секрет успеха, как сохранить свой бизнес и приумножить доходы, предпринимателям предложили дополнительные механизмы поддержки. Инновационный подход в стране разрабатывают новую программу развития АПК, а аграрии области уже осваивают новые сельхозкультуры. В центре внимания инвестиции – жилищный вопрос развития агросектора и вопросы здравоохранения. Президент на этой неделе принял Акима Алматинской области Аманды Кабаталова. В первую очередь Косымжимар Токаев и Аманды Кабаталов обсудили реализацию инициатив, озвученных в послании. Аким области предоставил главе государства информацию о социально-экономическом положении региона и деятельности, направленной на осуществление семи инициатив, озвученных в обращении. Косымжимар Токемелевич акцентировал внимание на важности реализации социально направленных инициатив, а также оказание содействия отечественным предпринимателям в это непростое время. Стоит отметить, что сегодня в области на поддержку и развитие бизнеса выделено свыше 16 миллиардов тенге. Аким области проинформировал президента об обеспечении жильем населения, прежде всего, социально уязвимых категорий граждан в рамках программ 5-10-20 и 7-20-25. Подчеркнем только в рамках программы Нур-Лежер до конца года в области построят почти 939 тысяч квадратных метров жилья. Без малого 1700 семей обзаведутся заветной квартирой. Столько же новоселья отпразднуют в начале следующего года. Не без внимания остались вопросы совершенствования аграрной сферы и привлечения инвестиций. Впрочем, здесь область давно и прочно удерживает лидирующие позиции по стране. Несмотря на пандемию и связанный с ней кризис, в этом году удалось привлечь свыше 760 миллиардов тенге инвестиций. Аким области рассказал о мерах по дальнейшему продвижению внутреннего туризма, а также подробно остановился на теме организации учебного процесса в период пандемии. Глава государства высоко оценил проводимую в регионе работу и в завершении встречи поручил и далее всецело обеспечить заданные показатели социально-экономического развития области. Пример привел Алматинскую область и премьер-министр страны. На прошедшем в минувшую пятницу селекторном совещании правительства Оскар Мамин отметил, что именно Алматинская область по праву сегодня флагман в вопросе привлечения инвестиций и по уровню взаимовыгодного и весьма эффективного сотрудничества с бизнесменами. Сегодня крупный бизнес заинтересован именно в Алматинской области. Это не только по причине близости к мегаполису Алматы, а главным образом за счет созданных благоприятных условий. В первую очередь это поддержка всех бизнес-идей руководством области, налаженный диалог со структурными ведомствами и создание индустриальных зон. Вот еще один яркий тому пример. Сегодня руководство области ведет переговоры с компанией из Великобритании United Green по строительству молочно-товарной фермы на 10 тысяч голов скота. Стоимость проекта 185 миллионов долларов. Еще один проект строительства мясоперерабатывающего комплекса в нашей области на сумму 400 миллионов долларов на стадии подписания инвестиционного соглашения. Ведутся переговоры и по ряду других крупных и инвестиционно выгодных проектов. Учитывая все это, премьер-министр Казахстана акцентировал внимание на продуктивной работе Акима Алматинской области, подчеркнув, что грамотное руководство Мандыка Баталова помогает области активно реализовать проекты, в частности через СПК ЖТСУ, и наладить весьма успешный диалог с крупными бизнесменами страны и мира. Стоит отметить, что в этом году, несмотря на сложное время из-за пандемии и карантина, в область удалось привлечь более инвестиций сразу на 140 миллиардов тенге по сравнению с прошлым благоприятным годом. Одна пятая доля инвестиций составляют иностранные. Восстановление всех сфер экономики страны – вот то, на чем акцентировал внимание президент и поручил правительству в кратчайшие сроки приступить к формированию новой структуры экономики, работать по-новому, на опережение. С учетом нынешних реалий предстоит и ответственным лицам на местах. Об этом Аким области предупредил свой аппарат, проводя в начале недели совещание. На повестке дня – дорожная карта занятости, проблемы образования, поддержка малого и среднего бизнеса и реализация госпрограмм. Глава региона указал на имеющиеся пробелы, очертил круг первостепенных задач, а по итогам дал ряд конкретных поручений по устранению проблем в кратчайшие сроки. На чем акцентировал внимание Аким области, расскажет Алексей Цой. 17% общего валового сбора по стране обеспечивает Алматинская область. Таким образом, аграрий и животноводы региона обеспечивают протпояс не только области прилегающего мегаполиса Алматы, но и систематически проводят сельскохозяйственные ярмарки в столице. Вот и в этот раз для жителей и гостей Нур-Султана была развернута первая в этом сезоне ярмарка, куда предоставлены 360 тонн свежайшей экологически чистой продукции. Предметом обсуждения стало бизнес. Задача на этот год – обеспечить внутренний объем 35%. Сейчас этот показатель – 32,5%. Кроме того, стало предметом обсуждения обеспеченность интернет-связью. 82 села Алматинской области предстоит обеспечить качественной интернет-связью. Пока занятия в этих населенных пунктах ведутся традиционно, но с 50% наполняемостью классных помещений и соблюдением строгих санитарных норм. Для решения проблемы в кратчайшие сроки подписан ряд договоренностей с различными мобильными операторами. Больше всего у нас опасение вызывает не наличие материнно-технической базы у учащихся компьютерной техники, а именно наличие интернета. Сейчас в 732 тысяч населенных пунктах у нас около 82 сел отсутствует интернет. Благодаря меморандуму с Министерством национальной экономики 11 сел будет проведено. ШПД 11 сел управления цифрализацией вместе с мобильными операторами договорились о антедоматическом сооружении. Плюс 24 села у нас будут охвачены благодаря усилиям местных исполнительных ворота, районных агематов и частных средств. Тем самым будет устранена одна из ключевых проблем в сфере образования. Решается проблема сокращения безработицы и увеличения числа самозанятых. Для достижения поставленных целей в области активно реализуются программы по микрокредитованию малого и среднего бизнеса. Однако потянуть работу нужно еще в Талдокургане и Текилии. Микрокредитам на сегодня 56% ростов. Сейчас на прошлой неделе совещание проведено с фондом финансовой поддержки АГК. Они на этой неделе своих людей инспекторов отправляют по районам. Акимы подключаются, но этот показатель будет исполнен. Кредиты будут ростованы, движения есть. Однако Аким области посчитал эту работу недостаточной, отметив, что времени до конца года осталось совсем мало. Агтеки и Талдокурганы. Сентябрь, девятый месяц, ты только пул формируешь. Действенный механизм для роста экономики – развитие индустриальных зон. Амандык Баталав выразил недовольство о работе промышленной территории в Талдокургане, так как предпринимателям препятствует Туати Мерсерик. Тариф для подъезда на тупик в зоне, установленном товариществом, оказался для многих бизнес-структурно-кладным. Вопрос затянулся, хотя поручение разобраться в ситуации было дано ранее. В связи с чем Акиму города и первому заместителю Акимы области, курирующему этот вопрос, вынесено предупреждение. Предприниматели не могут завозить продукцию в Талдокурган. Мы должны создавать для них все условия. Нельзя относиться к этому спустя рукава. Поручаю решить вопрос в ближайшие дни. Тем временем по трудоустройству Алматинск область занимает лидирующие позиции в республике. По плану было создание 46 тысяч рабочих мест. Около 39 уже создано. А в рамках ДКЗ в области реализуются более тысячи проектов. Пройдут ремонт социально-культурные объекты, обновятся дороги, наладится система водоснабжения. Пять школ уже сдали в эксплуатацию. В конце сентября сдадут еще две. Амандык Баталов поручил ускорить эти работы. Также в кратчайшие сроки следует освоить 13 миллиардов тенге, выделенных на строительство по дорожной карте занятости. «Эти средства, выделенные по программе «Дорожная карта занятости», нужно освоить. Уже год прошел. Нужно включить строительство школ. Мы должны освоить 13 миллиардов. Примите во внимание это». Работа во время пандемии продолжается. Значительно стабилизировалась и эпидситуация по коронавирусу. За последние пять суток зарегистрировано минимальное количество случаев заражения. Амандык Баталов поручил ответственным лицам продолжить профилактическую работу среди населения. И особое внимание будет уделено реализации 11 приоритетов, озвученных в нынешнем послании главы государства. Алексей Цой, Жаслан Шенькинджи, Телеканал ЖТСУ. Активно за реализацию послания президента взялись и депутаты. На этой неделе в формате онлайн-связи они скорректировали график своей работы, главный акцент сделав на эффективное, своевременное и качественное исполнение всех озвученных главой государства задач. «Со дня оглашения послания президента повсеместно проходит его обсуждение. Хочу отметить значительный прогресс в поставленных главой государства задачах. Это и концепция «Свышащее государство» и множество предстоящих преобразований. Я поддерживаю решение о повышении статуса органов местного самоуправления, о выборности Акимов. Таким образом власть и народ станут ближе, а значит все проблемные вопросы будут плодотворно и быстро решаться». Главенствующую роль в посткризисном развитии страны глава государства уделил агросектору. Действующая государственная программа развития агропромышленного комплекса была разработана до конца следующего года. В связи с чем глава государства поручил бизнесу начать разрабатывать совершенно новый нацпроект по развитию АПК до 2026 года. Проект будет разрабатываться вместе с правительством Республики Казахстан. При этом важно учитывать первостепенные задачи при формировании будущих программ, отметил президент. Это самообеспечение товарами, увеличение доходов жителей сел, увеличение производительности труда в 2,5 раза и наращивание экспорта в 2 раза. На Алматинскую область особая ставка. В агросекторе страны мы занимаем лидирующие позиции. Напомним, 17% от всего валового продукта обеспечивает именно наша область. Впрочем, это далеко не предел. Сегодня аграрии взялись за освоение новых для региона сельхозкультур. Растения будущего агрария ЖТСУ планирует в промышленных объемах выращивать озимый рапс. О его преимуществах и особенностях фермерам области рассказали в ходе семинар-совещания на площадке Агропарка Талткурган. Ведущие специалисты Казахского научно-исследовательского института земледелья и растеневодства поведали о всех тонкостях возделывания и ухода за масличной культурой. Освоение озимого рапса дает большие возможности аграриям ЖТСУ. В первую очередь, культура очень рентабельная, говорят аграрии и ученые. В среднем с одного гектара можно собрать две тонны урожая. В денежном соотношении это порядка 200 тысяч тенге чистой прибыли, заявляют эксперты. Культура очень востребована в мире. На сегодняшний день позволяет, во-первых, снизить нагрузку на водные источники, потому что есть свои особенности выращивания, когда мы орошение основное для рапса можем проводить влагозарядку осенью и весной, до начала основного поливного сезона, когда проблемы с водой нет. Культура очень выгодная. На посев одного гектара уходит от 5 до 7 килограммов семян. Стоимость обходится примерно в 2,5 тысячи тенге. Помимо этого, азимый рапс безотходный. Из него можно не только получить масло, но и мед. Ровно месяц растение цветет. С гектара можно получить около 100 килограммов меда. Кроме всего прочего, азимый рапс – ценный корм для домашних животных. Таким образом, широкое его применение даст большой толчок как в развитии сельского хозяйства, так и в промышленной отрасли региона. В последнее время эта культура получает популярность, потому что получается хорошее масло. У нас в Талдыкургане в этом году ввелись два новых завода по переработке масличных культур, и поэтому нам нужно сырье. Мы разговаривали вот здесь несколько районов. Это Аксусский, Сарканский район и Алакульский. Очень большая заинтересованность в этом. Даже заключаем предварительные договора. Мы даем гарантию о том, что наше предприятие выкупит данную продукцию в тот момент, когда они ее будут убирать. В ходе семинар-совещания специалисты Казахского научно-исследовательского института земледелия и растеневодства заявили, что для освоения новой культуры готовы оказать аграриям всяческую помощь. Всего на первом этапе в Алматинской области планируют засеять азимым рапсом более 300 гектаров земли. Ануар Амангельдинов, Жаслан Шенгенже, телеканал ЖИТСУ. В семи основных принципах, на которых базируется нынешнее послание, президент ведущую роль отвел частному предпринимательству. Именно этот сектор экономики оказался под жестким ударом пандемии. Впрочем, с самого начала государство оказывало поддержку малому бизнесу. Теперь субъекты предпринимательства могут рассчитывать не только на существующие, но и новые меры поддержки, озвученные президентом. Благодаря принятым антикризисным мерам свыше 700 тысяч казахстанских субъектов бизнеса получили налоговые послабления. В их числе и свыше 118 тысяч предпринимателей Алматинской области. Для восстановления экономической активности в нашем регионе разработан и принят комплексный план. Наряду с этим ведется активная реализация государственных и региональных программ в помощь начинающим и действующим предпринимателям. Одним из участников государственной программы стал житель Коксузского района Толебхан Шора. В условиях карантина действующий предприниматель с успехом совмещает работу и обучение желающих, причем уроки он проводит бесплатно, а бизнес развивает благодаря поддержке государства. Подробностями введения своего успешного дела бизнесмен поделился с Гульмирой Тимиргалиевой. Толебхан Шора – мастер обувного дела и преподаватель в одном лице. Уже сейчас его учениками открыты 26 обувных мастерских по всему Казахстану. Семеро учеников, как и Толебхан, являются участниками программы «Бастау-бизнес». «Из 200 моих учеников трудоустроились почти 70. Моя цель – наладить выпуск обуви отечественного производства по всей республике. Большую поддержку в этом не оказывает палата предпринимателей. Я участник государственной программы «Бастау-бизнес». Получил грант в 1 миллион тенге». Собственное производство обуви Амантай Абдрасыл открыл благодаря гранту по программе «Бастау-бизнес». На полмиллиона тенге куплены швейные машины. Тогда же появился и первый ученик. В год шьют около 500 пар обуви из натуральной кожи. Из-за пандемии обучение по программе «Бастау-бизнес» проводится онлайн. С начала года в Куксусском районе 130 человек уже получили сертификаты. В настоящее время азы предпринимательства познают еще 30 будущих бизнесменов. Программа «Инбек» 2017-21 года. По этой программе мы уже обучили в прошлом году 350 человек. Больше 100 человек получили гранты. Есть и гранты, есть и финансирование. Под 6 процентов. То есть наши ученики могут как кредит получить, так и в грант участвовать. Помимо этого есть гранты программы «Дорожная карта бизнеса». То есть они могут участвовать и там. То есть гранты до 5 миллионов в этом году. В Алматинской области в этом году по программам «Инбек» и «Дорожная карта бизнеса» обучилось свыше 2,5 тысяч человек. Более 900 из них уже получили гранты на открытие собственного дела. У нас профинансировано свыше 900 участников, из которых более 500 участников по области получили гранты по программе «Инбек» в сумме 555 600 тенге. Это 200 МРП. Наряду с налоговыми послаблениями для предпринимателей до 2021 года действует программа госфинансирования процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам. На эти цели дополнительно будет выделено 200 миллиардов тенге на пополнение оборотных средств бизнеса. Квартирному вопросу в своем недавнем обращении к народу президент уделил особое внимание. Строительство доступного жилья, по мнению главы государства, станет мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки населения. В этом году в стране запланированы рекордные объемы строительства – 15 миллионов квадратных метров, а это по меньшей мере 150 тысяч квартир и домов. Алматинская область в этом одна из ведущих в стране. У нас до конца года построят свыше 900 тысяч квадратных метров. С заветной крышей над головой обзаведутся почти 4 тысячи семей. Впрочем, очередников остается еще немало. Именно для решения их вопросов президент и поручил в кратчайшие сроки ускорить реализацию новой программы жилищного строительства. Ее главные ориентиры – 5, 10, 20. Алматинская область уже приступила к реализации поручения президента. Мольдер Курман-Алеева переехала жить и работать в Талдыкурган из Уйгурского района. Первым делом стал жилищный вопрос. На удачу в этом году в стране начата реализация нового проекта с удобными условиями кредитования, которые Мольдер и воспользовалась. С 2010 года стою в очереди на жилье. Узнала о программе Шанарак на официальном сайте Жилстройсбербанка. Подала онлайн-заявку. В тот же день пригласили меня в банк, сдала все документы. Мне дали сертификат на получение квартиры в любом населенном пункте Алматинской области на 12 миллионов тенге. Много времени у меня ушло на поиски квартиры, а в банке все оформили в течение трех дней. Мои сбережения были 1 миллион 200 тысяч тенге. Остальное мне дал банк. И вот я уже заселилась. Кредитованию по этой программе подлежит только первичное жилье. В их числе в домах, которые строятся по программам самого Жилстройсбербанка, а также частных застройщиков. Значит, данное жилье, строительство началось в 2018 году, закончилось в 2020 году, в начале года. Здесь 72-квартирный жилой дом. Он состоит из двухкомнатных квартир и трехкомнатных квартир. И сейчас вот девушка приобрела квартиру по программе 5-10-20. Это удачная программа для жителей нашего города и вообще Казахстана. Претендовать на льготный кредит в рамках новой программы смогут граждане страны, состоящие на учете в местных исполнительных органах с 1986 года по 2010 год, как нуждающиеся в жилье. В этой программе они в приоритете. На сегодняшний день в Алматинской области уже порядка с 1986 по сегодняшний 2020 год стоят 51 тысяч человек в очереди. По первому этапу с 1986 по 2010 год стоят 4 тысячи 100 человек в очереди. И мы сейчас первый этап будем отрабатывать вот эти 4 тысячи 100 человек, чтобы было все по очередности и поэтапно. По данным Жилстройсбербанка, в этом году для реализации проекта «Шанграх» из государственного бюджета планируется выделение более 200 миллиардов тенге. Первая часть средств, 90 миллиардов тенге, уже направлены в банк. В рамках этого финансирования планируется обеспечить порядка 8 тысяч казахстанских семей доступным жильем. Только в Алматинской области на сегодня заявки на участие в программе подали более 60 человек. Гульнас Мустафа Хайрат Каздурганов, телеканал ЖТСУ. Ну и вот долгожданное новоселье на этой неделе уже отметили сразу 16 семей Красайского района. Ключи от заветных квартир вручили многодетным и малообеспеченным семьям. Мечта для них стала реальностью благодаря государственной программе Нур-Лежер. Увидеть всю радость по случаю такого важного для каждой семьи события удалось моим коллегам. Елеман Раимбеков с торжественной церемонией вручения ключей. Дом – милый дом. Уютные, светлые, просторные квартиры. Семь и восьмя чередников получили жилье в микрорайоне Карлгаш города Каскелен. Он застраивается по программе Нур-Лежер. И хотя за жилье предусмотрена ежемесячная аренда 10 тысяч тенге, для абсолютно нового и комфортного жилья это ничтожно малая сумма. Рада новоселы. Долгожданные квадратные метры получили и шесть семей в южном микрорайоне Каскелена. Ещё две семьи отпраздновали новоселье в населённых пунктах Жамбел и Шамалган. В целом до конца года новым жильём власти планируют обеспечить порядка 300 семей. Сейчас завершается строительство двух домов в микрорайоне Карлгаш. Один на 40 квартир, второй на 50. Сдадим объекты уже в ближайшее время. Также порядка 200 коттеджных строений возводится в микрорайоне Умерзак. Всего в Карасайском районе на очереди за жильём стоят более 5000 человек. С завершением текущего строительства очередь продвинется на 300 человек. Ещё 53 будут обеспечены арендными квартирами по программе Нурложер. Для этого бюджет уже выделил 619 миллионов тенге. Елена Райбеков, Курманжан Касымжан, Ла Аманжал Жанкешев, телеканал ЖИЦУ. Одним из главных направлений в послании президента народу Казахстана является открытый диалог сотрудников правоохранительных органов с людьми. Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров, сказал Касымжумар Токаев. Наряду с этим глава государства поручил вести сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях, служебных помещениях полиции страны. Как с этим обстоят дела в Алматинской области, узнали мои коллеги. Случай зарегистрирован в Талдыкургане. Уличное ограбление записала камера наблюдения. Именно это помогло местным полицейским поймать вора по горячим следам. Еще одна запись доказывает преступление подозреваемого о хищении велосипеда в одном из многотажных домов города. В целом, с начала года раскрыто 141 преступление с помощью камер видеонаблюдения. 163-й уехал? Такой, такой, они на месте уже. В Талдыкургане на сегодня функционируют около 900 камер наружного наблюдения. Следят за мониторами и преступностью в городе специалисты Центра оперативного управления полиции. Установленные практически во всех районах областного центра камеры наблюдения стали мощным подспорьем для полицейских в борьбе с преступностью и правонарушениями. В Центре видеонаблюдения Талдыкургана каждый день приступают к работе инспекторы, которые в течение суток находятся здесь. Через рацию они передают все административные нарушения, совершенные в областном центре, в участковую и дорожную полицию. В раскрытии преступления роль камер значительная. Записи с камер видеонаблюдения используются как для раскрытия преступлений по горячим следам, так и в качестве доказательной базы в суде. С начала года по ним привлечены к административной ответственности более 11 тысяч человек. В связи с увеличением камер видеонаблюдения на территорию голода повысилась раскрываемость преступлений и административных правонарушений. Камеры у нас в данное время расположены в труднодоступных местах, дачных массивах, куда ежедневно не могут направляться комплексы силы полиции, полицейские. Мы с помощью камер можем осуществлять видеоконтроль и видеонаблюдение. И в свое время направлять комплексы силы полиции для реагирования на все виды правонарушений. В целом в Алматинской области на сегодня имеются более 1200 камер видеонаблюдения. Их количество на следующий год увеличится. В планах установка более 900 дополнительных камер только в городе Талдыкурган. Гульназ Мустафа, Мадина Берек, Казануржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Глава государства ранее дал поручение министру образования обеспечить учащихся необходимой для дистанционного обучения компьютерной техникой. Правительством для этого были выделены свыше 4 миллиардов тенге. Закупят на них более 26,5 тысяч компьютеров. Поставки будут происходить до 15 сентября. Срок завершить поставки намерены и в Алматинской области. 8 миллиардов 600 миллионов тенге из республиканского бюджета выделено на закуп компьютерной техники для школьников. Поделилась информация на брифинге в РЦК руководства областного управления образования. Современными гаджетами будут в первую очередь обеспечены дети из многодетных и малообеспеченных семей. Решается в Алматинской области и другая проблема – доступность интернета в селах. Более 37 тысяч Wi-Fi роутеров закупят и раздадут семьям, но только в те населенные пункты, где есть зона мобильного покрытия интернетом. Стоит отметить, в населенных пунктах, где сети нет, вовсе школьники обучаются в традиционном режиме или по телеурокам. Около 39 тысяч учащихся у них нет сейчас интернета, но для решения этой проблемы мы закупаем роутеры. На это тоже выделены средства с местного бюджета. То есть эти роутеры, они уже будут с сим-картами и с тарифом блин. Данные роутеры мы сначала именно хотим раздать детям Карасайского, Талгарского, Имбекши-Казахского, Ильисского районов и города Талдыкурган. Потому что именно в дачах у Казахтелекома нет возможности проводить какой-либо интернет. Продолжается и обновление школ области. Вот именно этого события жители села Сатэ, одного из самых отдаленных районов Кигенского, ждали давно. Местная школа обветшала и требовала кардинальных мер. В прошлом году эту проблему озвучили Акимов области. И уже в этом новом учебном году школа прошла капитальную реконструкцию. Вот так на сегодняшний день выглядит школа имени Айджана Туркибаева в селе Сатэ. Трёхэтажное здание с высокими потолками. Просторные помещения, оснащённые необходимой для получения знаний материально-технической базой. По словам местных жителей, учебное заведение изменилось кардинально. Хотя годами ранее архитектурному сооружению советских времён вынесли вердикт – реставрации и ремонту не подлежит. Старую школу с обновлённой не сравнить. Надеюсь, что нынешние комфортные условия поспособствуют достижению новых высот у аульских ребятишек, обучающихся здесь. И от имени всех односельчан хочу выразить особую благодарность за проявленные внимания и заботу. Обновлённые образовательные учреждения действительно радуют глаз. Качество ремонта тесно сопряжено с красивым внешним видом. Значительно улучшился и уровень технической оснащённости. Предметом гордости для сельчан стал спортивный зал, которого раньше у них и вовсе не было. Тем более, что теперь у него двойная функция. В зале установлены различные тренажёры, на которых могут заниматься до 20 человек одновременно. В этом особую роль сыграла помощь областного управления спорта, закупившее оборудование на 25 миллионов тенге. Для качественного получения знаний важно иметь хорошее здоровье. В его укреплении нам помогает разнообразный арсенал имеющихся тут тренажёров. Большое спасибо за то, что построили нам спортивный и тренажёрный залы. Данные условия для нас новинка. Если ранее мы проводили только уроки общей физподготовки на открытом воздухе или делали зарядку в классах, коридорах в зимнее время, то теперь можно планировать физическое развитие ребят с нагрузкой на разные группы мышц. Сам спортивный зал нам построили большой и просторный. Также теперь есть площадка для занятий волейболом и баскетболом. К тому же идёт строительство стадиона. Я уверен, что обновление школы для наших ребят – это стимул для большего развития и стремление учиться ещё лучше. С начала сентября учатся в привычном режиме 180 детей. Из них 15 ребятишек буквально неделю назад переступили порог обновлённой школы. В нашем регионе 32 школы, работает 972 педагога, 5388 учащихся. Из них 7 школ обучаются дистанционно. Остальные работают в традиционном режиме. С 1 сентября мы начали учебный процесс в полном объёме. К слову, в регионе при поддержке Акимата области ведётся капитальный ремонт ещё трёх школ. Качественные реставрации и косметическое преображение проводятся в учебных заведениях сёл Шарганак, Жиласай и Жаланаш. Данные объекты будут сданы в эксплуатацию до конца сентября. Один из Могулова, Курманжан Касым Жанула, Аманжол Жангешев, телеканал ЖТСУ. Капремонт в преддверии отопительного сезона проходят и все котельные областного центра. Часть из них уже перешли на природный газ, ещё часть будут работать по-старому, на угле, но, впрочем, на новом оборудовании. Более 200 миллионов тенге выделено в этом году на капитальный ремонт двух котельных главного поставщика тепла ТО «Талдыкурган Теплосервис». Масштабную реконструкцию пройдут и свыше 5 квадратных километров тепловых сетей. Кстати, на всё это были привлечены инвестиции. Разрабатывает теплодающее предприятие «Талдыкургана» в преддверии зимы и новую программу своего развития. Как областной центр готовится к зиме, узнала Евгения Присяжная. На сегодняшний день на двух объектах теплотворного комплекса продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Это котельные, расположенные в восточном микрорайоне и на территории завода «Арман». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе в летнее время и увеличение заболеваемости среди работников предприятия теплосервиса, план инвестиционной программы выполнен на 75%. Департамент комитета по региону естественной монополии по Алматинской области ежегодно утверждает инвестиционные программы для субъектов естественной монополии. По проводимым работам было ознакомлено ход и вложенные средства на текущие капитальные ремонты этих котельных, а также были проинспектированы, что утеплительные работы по этим трубопроводам проводятся в должном образе, что соответствует возложенных средств на инвестиционную программу на 2020 год. Котельная в восточном микрорайоне построена в 2015 году. Общая установленная мощность четырех водогрейных котлов – 19,5 гигакалорий в час. Оборудование котельной отработало без аварийной пять отопительных сезонов. В 2020 году возникла производственная необходимость в полной замене экранных труб внутри котла с восстановлением обмуровки. На сегодняшний день ремонтные работы здесь окончены, и котельная готова к работе. Наша котельная отапливает восточный микрорайон и девятую площадку. Готовность 100%. Обслуживающий персонал котельной – 29 человек вместе с ЭТР. За год мы где-то сжигаем 11 тысяч тонн угля. То есть остальное заготовили уже где-то на площадке 2000 тонн угля. Проведены капитальные ремонты котла номер 3. Мы провели текущий ремонт вспомогательного оборудования и теплосетей. Квартальная котельная номер 4, расположенная в районе завода «Арман», построена в 2016 году по программе «Нурлы Жол». Здесь установлены три водогрейных котла общей мощностью 30 гигакалорий в час. По проекту в инвестиционной программе на 2020 год здесь проведен капитальный ремонт дымососов, вращающихся механизмов и другого вспомогательного оборудования. Ожидаемый экономический эффект после проведенного ремонта очевиден. Это и увеличение КПД котлов, и повышение уровня надежности оборудования, и безаварийное прохождение предстоящего топительного сезона. На балансе котельной находится и около 180 километров тепловых сетей. Из них более 14 километров от котельной до потребителей. Более 5 километров надземного трубопровода в этом году утеплят пенополиуретаном. Это снизит теплопотери и обеспечит потребителей данного района качественным и надежным теплоснабжением. В целом готовность котельных порядка 90 процентов уже есть. Топливо сейчас на складах 35 тысяч есть. В сентябре еще планируем получить где-то 15-20 тысяч тонн угля. Итого на начало отопительного сезона мы будем иметь 45-50 тысяч тонн угля. Это согласно графике. Суточный расход в зимний период составляет, в зависимости от температуры наружного воздуха, составляет от 800 до 1200 тонн в сутки. Ну какая зима. Договора все заключены и в последующем дальше уголь будет поступать согласно заключенному договору по графику. Предприятие Талдыкурган Теплосервис объединяет в своем составе 9 котельных города, 2 из которых в текущем году переведены на газ за счет средств местного бюджета. Евгения Присяжная, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Полномасштабную реконструкцию ведут сегодня и на другом главном предприятии города, ЖТСУ Водоканал. Впервые за полвека на Талдыкурганских очистных сооружениях проводятся работы по гидроизоляции. Реализация проекта осуществляется в рамках инвестиционной программы. Как улучшится водоснабжение города и повлияет ли это на качество воды, которым всегда славился Талдыкурган, моим коллегам продемонстрировали наглядно. Специалисты ЖТСУ Водоканала считают реконструкцию сетей, сооружений водопровода и водоотведения, замену изношенного оборудования приоритетными проектами инвестиционной программы. В текущем году сумма вложений по предприятию составляет порядка 54,5 миллионов тенге. Мы делаем сами наблюдения за сетями. Вот у нас сети канализации напорные по улице Сехимова. Мы практически каждую неделю там выполняли аварийные работы, потому что трубы пришли негодность. Труба в трубу заменили где-то 278 погонных метров диаметром 300. На водопроводных сетях поменяли много улица Акажаново-Веркино, 207 метров улица Акажаново. Потом сейчас выполняют работы по улице Талибаева, где-то 103 метра там, по-моему. И улица Аблайхана, 1046 метров. Также в ходе реализации инвестиционной программы на городских очистных сооружениях Талдыкургана подходят к завершению работы по гидроизоляции аэротенков и стабилизаторов. Это вызвано производственной необходимостью в связи с разрушением бетонных конструкций. Стоит отметить, что с момента ввода в эксплуатацию очистных сооружений в 1978 году подобные работы проводятся впервые. Это специальный материал для обработки швов, для статичных швов. Потом покрывается еще сверху пенекритом, пенетроном, скрепом. То есть это специальный материал, который не пропускает воду из сооружений. Также сейчас готовится система разведения и подачи флакулянта в насосы и на иловые площадки, для того, чтобы вода отслаивалась от осадка и дренажировала уже чистая вода в дренажную систему. Надо сказать, общая площадь гидроизоляции очистных сооружений составляет порядка 2,5 квадратных километров. Специалисты уверены, что с введением системы разведения флакулянтов эффективность очистки источных вод увеличится в разы. А это избавит близстоящие жилые дома от неприятного запаха. А в главную водную артерию Талдыкургана реку Каратал из-за очистных сооружений будет попадать более очищенная вода. С целым капитальным ремонтом напорной сети канализации в этом году охвачено более 1300 метров. В свою очередь на двух водозаборных сооружениях города были заменены три глубинных насоса общей стоимостью 2 миллиона тенге. Производительность и мощность нового оборудования на многое переезжает предыдущее. На водозаборах у нас работает 46 человек. Работники, слесаря наши меняют эти. У нас свой автокран есть. И меняем насосы сами. В рамках инвестиционной программы был заменен насос АЦВ-255 на 30 производительностью 255 кубов. Мы вынуждены были заменить этот насос тем, что он стал меньше качать воды. Где-то кубов на 50. Реконструкция очистных сооружений и работы по введению новых технологий в систему водоотведения закончатся в октябре текущего года. Соответственно, повысится качество очистки источных вод и улучшится экологическая обстановка региона. В эти выходные казахстанцы отметили самый уютный праздник – День семьи. Его мы отмечаем всего 5 лет. Каждое второе воскресенье сентября. Эта дата не просто отметка в календаре. Это символ борьбы за семейные ценности. Еще одна главная цель праздника – добро и взаимопомощь. Именно так отметили его в этом году. Масштабную благотворительную акцию так и назвали «Одна страна – одна семья». Традиционное мероприятие началось с чтения молитвы. Затем священнослужители объявили, что каждому пришедшему предусмотрен презент в виде продуктового пакета. На благотворительную акцию приглашены 200 человек, чьи семьи в списке социально уязвимых слоев населения. В пакетах продукты первой необходимости – мука и мучные изделия, сахар, гречка, масло. Как утверждает мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, для нее в столь нелегкое для всех время – это весомая помощь. Нас вызвали сегодня в мечеть выдавать продукты. Мы очень благодарны. Нам для этого большая помощь. Я сама мать-одиночка. Как утверждают представители Центральной мечети Яман, выступившие оператором инициативы, общая сумма сформированных продуктовых наборов превысила 2 миллиона тенге. Такую немалую сумму для проведения благотворительной акции выделила семья, известная всей стране филантропа Биби Жамала Апай из города Актау. По словам организаторов, благодаря ее социальной поддержке более 60 семей по всей стране обрели жилье, и свыше 80 человек имели возможность совершить хадж. Однако, к сожалению, благотворительница, посвятившая большую часть своей жизни помощи другим людям, недавно покинула этот мир. Из жизни ушла выдающая женщина. При жизни была награждена орденами Батрана, орденами Курмет. Сегодня от имени ее, дети, внуки, правнуки, сегодня все дают такое большое мероприятие, идет у нас благодарительное. Это сперва идет большой помощь семьям, многодетним семьям, малоимущим семьям Житцовского края. За это хотим сказать огромное спасибо. К слову, по инициативе Духовного управления мусульман Казахстана по Талдыгурганскому региону, с начала периода карантина при поддержке меценатов и неравнодушных людей только по городу Талдыгургана организовано более 15 благотворительных мероприятий на общую сумму свыше 20 миллионов тенге. Айнур Мирханова, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Талдыгурган. Ну а для всей культурной общественности края стартовал новый сезон. Специально для ценителей искусств творческие коллективы региона подготовили грандиозную шоу-программу. По словам артистов, обновленный репертуар придется по душе представителям всех возрастов. К сожалению, из-за пандемии коронавируса увидеть воощию исполнение театральных и музыкальных номеров граждане не смогут, однако, насладиться представлениями зрители смогут через телеэкраны. Все самые лучшие концерты, постановки и номера вы сможете увидеть на телеканале ЖТСУ. На этом у меня все. Встретимся ровно через неделю в это же время на телеканале ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok